В Астраханском Кремле осветили и установили крест над архиерейским домом. Событие вызвало большой интерес у астраханцев, которые, несмотря на сильный ветер, пришли посмотреть, как православную святыню подняли почти на 40-метровую высоту. Ветер такой, что срывает головные уборы. Однако даже это не помеха праздничному настроению. К событию готовились долго. Обследование архиерейского дома длилось не один год, прерываясь, когда не хватало средств. Сегодня он окрашен в разные цвета. Каждый – символ другого века. Один из самых древних архитектурных памятников Астрахани – это целый ряд надстройок и достроек с 17 по 19 век. Полномасштабные исследовательские и ремонтно-реставрационные работы проходят в рамках реализации Федеральной целевой программы культуры России уже третий год. Выполнено противоаварийное мероприятие. Кровля заново выполнена, конструкция домовой церкви и подвальные помещения с укреплением сводов. В результате полностью отреставрированы несущие конструкции – фасады, перекрытия, внутренние стены, окна, двери и лестницы. Архитекторам и строителям удалось воссоздать и помещения одностолбной палаты и домовой церкви. Изначально до революции архиерейский дом в Кремле был резиденцией астраханских владык. После окончания реставрации сюда переедет астраханская епархия. Там будет актовый зал для рабочих каких-то совещаний. Всегда в архиерейских домах в России устанавливались домовые храмы, где архиерей мог в любой момент совершить литургию, помолиться. И вот здесь будет точно так же. В торжественной обстановке осветили крест. Его длина – 7 метров. Причем возвышаться над маковкой будет лишь его трехметровая часть. Она покрыта сусальным золотом. Всего его ушло чуть более 25 граммов и специальными лаками. И вот самый волнующий момент. Кран 35-тонник поднял крест, как пушинку, высоко в небо. Даже тучи раступились и засияло солнце, заметили участники события. Многие из них старались запечатлеть его на память на мобильные телефоны. Чувство благодати. Чувство какого-то наполнения душевного, духовного. Больше какой-то веры. И вот православная святыня уже над домовой церковью Спаса Всемилостивого. С высоты около 40 метров она будет осенять Астраханский Кремль. И еще в течение двух лет будут продолжаться работы по реставрации и внутренней отделке архиерейского дома, чтобы вернуть ему былую значимость и красоту.